К нам адресовывали множество вопросов по поводу экзаменов ОГЭ и ЕГЭ. Вот откуда-то пошли слухи, что их должны отменить, перенести в электронный формат, отменить из-за отсутствия бумаги. Самые ужасные ходили слухи. Насколько я знаю, вроде всё должно быть нормально. Если я ошибаюсь, наши гости поправят. Екатерина Кошельникова, начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся Министерства образования и науки Хаваровского края. Здравствуйте, Екатерина Юрьевна. Всё нормально с экзаменами? Всё нормально, экзамены сдаём. Вернулись в штатный режим, который действовал до пандемии. Если говорить о датах, то когда пройдут как ОГЭ, так и ЕГЭ? Девятиклассники начнут сдавать экзамены уже 19 мая. Это первый день сдачи ОГЭ, основного государственного экзамена по английскому языку, письменная часть. А на следующий день, 20 мая, продолжение экзамена уже устная часть. А одиннадцатиклассники будут сдавать единый государственный экзамен 26 мая традиционно с предметов по выбору география, литература, химия. Я помню, что месяц назад ещё споры были, жаловались, что день сдачи ОГЭ совпадал с днём последнего звонка, кажется, да? А потом это раздвинули. Я не ошибаюсь? Ну, подстроились. Действительно, сначала было утверждено одно расписание в девятых классах, потом в это расписание внесли изменения. И теперь даже если обучающийся приболел и весь июнь не смог прийти на экзамены, ввели дополнительные сроки в июле, там целый такой период внушительный. Поэтому все смогут сдать экзамены, а девятиклассники их сдают четыре экзамена. Два обязательных и два по выбору. Не так давно прошёл пробный экзамен по информатике у нас в Хабаровском крае. В крае, по-моему, да? Не только в городе. Вот какие результаты? Поправьте, если я ошибаюсь. Действительно, 27 апреля состоялся федеральный тренировочный экзамен по КЕГ, потому что компьютерная форма ЕГ сокращённо КЕГ по информатике. В крае 625 было участников. Но это формат тренировки. Ребята получили свои результаты только по отдельным заданиям. Там нет перевода в стобальную шкалу, но вместе с тем каждый сможет посмотреть, какое задание. Ну, всё было как в реальности, насколько я понял. Ну, всё было как в реальности. Все задания выполняются на компьютере. И почему вот у нас желающих сдавать информатику из года в год растёт, а с введением компьютерной формы, ну, просто вот прям ажиотаж с этим экзаменом. Потому что не надо описывать теорию, не надо описывать какие-то алгоритмы. Необходимо составить программу, получить результат и вот этот ответ уже ввести на компьютер. А в этом году каждый участник получает ещё дополнительные файлы, где там исходные данные, которые необходимо использовать при ответе и решении определённой задачи. То есть такая практическая составляющая, которая симпатична нашим выпускникам. Вы знаете, у меня дочь достаточно давно закончила школу, поэтому не совсем в курсе. Сейчас вот часть предметов можно же выбрать, да? А часть обязательная для всех? Так и остаётся? Если мы говорим о выпускниках школ, чтобы получить аттестат, им необходимо сдать обязательные экзамены. В 11 классах это русский язык и математика. Математика сдаётся на базовом либо профильном уровне, каждый решает сам. В зависимости от того, куда собирается поступать. Совершенно верно. Конечно, если мы поступаем на экономические специальности, инженерные специальности, там, IT какие-то специальности, то это математика профильного уровня. Если математика не нужна для поступления в ВУЗ, это какие-то гуманитарные факультеты, то тогда можно выбрать математику базового уровня. А в 9 классах для получения аттестата необходимо успешно сдать все 4 экзамена. Из них 2 обязательных, а 2 по выбору. Ну, и с перечня. Вы знаете, пришёл вопрос, спрашивают, зачем разделили экзамен по иностранному языку на 2 части? Получается, 2 отдельных экзамена нельзя было вместе это сделать? Ну, я так объясню. Мы всё делаем в 9 классах по аналогии с ЕГЭ. И вот в едином государственном экзамене как раз письменная часть даётся отдельно, устная часть даётся отдельно, а результат потом приходит за предмет, за английский язык там, ну и другие иностранные языки. И так же сделали и в 9 классах. Во-первых, тяжело сначала выполнить письменную часть, потом ожидать устную часть, и порой экзамены затягивались. И действительно, эта форма, ну, она достаточно сложна. В один день, особенно когда, а мы видим, у нас количество участников растёт, это достаточно сложный технологический экзамен. А когда разделяем на 2 даты, это и проще, и дети отдохнувшие приходят, и уже с новыми силами. Вроде бы, с одной стороны, по коронавирусу всё стало попроще и полегче, но тем не менее, пандемия, ну, по крайней мере, на официальном уровне ещё продолжается, несмотря на снижение количества заболевших. Вот в этом году, как в связи с коронавирусом, какие будут действовать правила, может быть, какие-то ограничения? Маски с собой брать? Ну, вот маски можно не брать. Постановлением главного санитарного врача Российской Федерации были сняты ограничения в части соблюдения социальной дистанции именно в аудиториях. Вот там надо было обязательно располагать участников не ближе полутора метров друг от друга, и рекомендовали даже в масках находиться. Ну, если не было желания, можно было в маске не находиться. Вот это требование убрали. Теперь в аудитории все сидят, как и раньше, как правило, это 15 человек по количеству посадочных мест, а вот в масках остались организаторы, то есть те, кто организует проведение экзамена. В прошлые годы они должны были находиться еще и в перчатках. Вот в этом году это требование убрали. А что же осталось? Осталась бесконтактная термометрия на входе, обработка, дезинфекция рук, социальная дистанция на входе, график прибытия, чтобы не было столпотворения, то есть каждая школа там прибывает по определенному расписанию. Вот эти требования сохранились, и они будут соблюдаться и в этом году. Пришел еще один вопрос. Спрашивают, а математику не собираются тоже разделить на две части алгебру и геометрию? Ну, то есть мы понимаем, есть сейчас базовая, есть продвинутая, условно говоря, но в школе мы изучаем отдельно алгебру, отдельно геометрию. Вот здесь какого-то деления не предвидится. Скорее всего вопрос связан с основным государственным экзаменом в девятых классах. Действительно, по учебным программам у нас ребята изучают, могут изучать алгебру отдельно, могут изучать геометрию отдельно, но экзамен сдается по математике, и итоговая отметка в аттестат идет по математике. Опять же, аналогично единому государственному экзамену. Но я так понимаю, что там есть задачи и по алгебре, и по геометрии? Экзамен, да, он содержит все задания, которые имеются за курс математики. Ну, насколько я помню, то же самое и при окончании советской школы было? Ну, была математика. Там еще устная часть была, помните, геометрия по билетам. Вот я, честно говоря, мы писали контрольную, но у нас устной части не было, и там, по-моему, по геометрии не было. Но это было давно, не было заданий, а вот все в основном было именно алгебру. Ну, в общем, люди моего поколения заспорили, было это или нет. Давайте вернемся к современности. А вот я помню эту статью месяц назад писали, причем довольно уважаемое издание. Все говорили, что из-за отсутствия бумаги якобы переведут все экзамены в электронный формат. Вообще об этом идет речь или нет? Может, действительно экономить бумагу? Ну, опасения такие были. Мы провели очень серьезный мониторинг на этот счет. Связан вопрос, скорее, не с отсутствием бумаги, а с ценой. Ну, мы знаем, что цены поднялись, и были определенные проблемы у российских производителей. И, как нам объяснили, в федеральном центре тестирования, как раз который отвечает за технологию обработки материалов экзаменационных, что даже можно при необходимости приобретать бумагу кремового цвета. Она тоже хорошо ложится на экзамен и чудесно обрабатывается. Мы попросили в школах сделать небольшой запас расходных материалов. Это не только бумага, это еще и картриджи. А когда проводили тренировочные мероприятия, то используя технологию двусторонней печати. Ну, и на основном экзамене, допустим, в девятых классах у нас экзаменационные задания будут двухсторонние. Но бланки будут односторонние так же, как и в прошлый год. Еще, насколько я знаю, весной проходили экзамены тех, кто не сдал в прошлом году. Я не ошибаюсь? Ну, это досрочный период. У нас всего было зарегистрировано 80 человек, немного. Потому что два года такой период не проводился с ограничительными мероприятиями. 78 было выпускников прошлых лет и два выпускника школы текущего года, которые сдавали экзамены для получения аттестата. Что это за дети? Это те ребята, которые у нас обучались по индивидуальному плану и по определенным причинам не имели возможности участвовать в экзаменах в основные сроки. Они успешно сдали обязательные экзамены и, я думаю, уже получили аттестаты. А вот выпускники прошлых лет – это те, кто решил либо улучшить результат по определенному предмету, либо сдать еще другие предметы. Ну, вот как обращаются, вот мне надо досдать. То есть те предметы, которые ранее не сдавались. И у нас есть участники, которые… Вот одна участница получила 100 баллов по обществознанию, и эта же выпускница прошлых лет набрала 96 баллов по истории. Вопросы безопасности. Есть ли какие-то изменения в этом году? Как планируется организовать всю эту историю? Вопрос очень актуальный. Мы провели уже неоднократно и совещание с участием силовых структур. И вся вот эта схема организации безопасности, там наличие тревожных кнопок и выстраивание вот всей этой системы на входе. Эта система будет функционировать и в дни проведения экзаменов. Технологией предусмотрена приостановка, ну, в крайних случаях, да, приостановка экзамена, можно покинуть помещение для проверки в случае необходимости. Обязательно видеонаблюдение остается, проверка металлодетекторами остается. И, как показывает практика, она даже помогает некоторым ребятам, которые телефон в карман положили, а на входе вспоминают, что забыл убрать в личные вещи. Вы так деликатно сказали, помогать. А потом родители звонят, узнают, ну, как ты там на экзамене? И телефон срабатывает в аудитории. Это, несомненно, удаление с экзамена и аннулирование результата. Поэтому никаких вот таких запрещенных средств, связей брать с собой не надо. Ну, и это же касается письменных заметок, справочных материалов, потому что, вот, допустим, по единому государственному экзамену мы просматриваем видеоархивы до марта следующего года. И если подтверждается нарушение, результат аннулируется. Ну, насколько я знаю, по крайней мере, в Хабаровском крае, вот, количество нарушений на экзаменах каждый год уменьшается, уменьшается? Оно у нас уменьшалось, но все равно есть. Все равно есть. И в девятых и одиннадцатых классах ребята, ну, надеются, что вот их это не коснется. Пронесет. Да, поэтому мы очень просим, прежде всего, родителей, чтобы они попросили своих детей оставить все за пределами пункта. Ребенок напишет, вот, когда он выйдет с экзамена, возьмет телефон и в подробностях расскажет, как оно все было. С собой лучше не брать. Екатерина Юрьевна, вы затронули очень важный момент, ну, так, вскользь прошлись по нему, но мне кажется, стоит сделать акцент в случае, вот, поступления сообщения о минировании. Более чем актуальная история, да уже даже, наверное, не первый учебный год для Хабаровского края, не только, вот, как в этом случае, каков порядок действий? Прерывается экзамен, не прерывается, переносится, не переносится? Прежде всего, мы перечень пунктов направили нашим специалистам, которые курируют вот эти вопросы безопасности и в МВД, и другие структуры. И если что-то случается, а мы такую технологию опробовали в дополнительные сроки проведения итогового сочинения, приоритет как раз в те школы, в которых были открыты пункты. Быстро все проверили, и дети продолжили выполнять работу. То есть это, ну, буквально, они еще даже не успели приступить, ребята. То есть это не было такого длительного прерывания. Ну, какие здесь выходы? Либо приостановка экзамена, проверка, и дальше продолжаем экзамен, либо перенос на резервный день. Но мы понимаем, что если мы перенесем, то никто не застрахован, а что будет дальше происходить? Поэтому, конечно же, мы рассчитываем на то, что оперативно будет сработано первое предупреждение. В прошлом году у нас накануне каждого экзамена кинологи проходили с собаками, проверяли каждый пункт. То есть он уже был проверен, что там ничего запрещенного не было. Вот и в этом году, я надеюсь, что эта схема нам принесет хорошие плоды. Приятных всем экзаменов и удачных. На самом деле, вы сдадите, все нормально будет, все это мелочи. У нас в гостях была Екатерина Кошельникова, начальник отдела оценки качества подготовки обучающихся, министерство образования и науки Хабаровского окраина.